добрый день друзья с вами канал доля города и я не на канавала не перестают задавать вопросы по поводу курни суши по поводу яйценоскости не всегда отвечаю каюсь но просто катастрофически не хватает времени и вы помните что последний месяц мы потратили на предновогодний забой бролеров я все ваши вопросы вижу я все вопросы ваши читаю но к сожалению не всегда есть время на них ответить для новичков для тех кто только начал заниматься корме не сушками отвечаю сразу в одном видео отвечу на все ваши вопросы и сразу скажу вот зачастую последнее время такие комментарии появляются не на что делать и кормлю правильно и в курятнике сухо и все вроде хорошо и на улице стоит морозик я их не выпускаю гулять все равно не несутся как это вы не выпускаете гулять своих кур что это такое даже если минус 15 или минус 20 постелите соломку постелите в на выгуле соломку пусть они гуляют если им холодно они сами зайдут в курятник и все будет хорошо а так конечно в неволе какая курица занесется вы же изначально их не приучили к тому чтобы они жили в клетках есть же клеточное содержание не служит изначально же ваши куры привыкли выгул и так давайте обо всем потихонечку понемножечку в одном видео конечно кто то скажет что одно и то же бла 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 да одно и то же бла бла потому что периодически ко мне подписываются на канал новички при разведении кур важно знать как повысить их яйценоскость так как их содержит ради получения домашних яиц если вы обеспечите несушкам правильные условия содержания правильный уход и необходимое питание то можно существенно улучшить и их производительность и также качество и вкус полученной продукции несушек держит на больших птицефабриках несушек держит и на маленьких фермах и в частных личных подсобных хозяйствах и даже дачники покупают весной несушек чтобы в летнее время получать хорошие домашние диетическое яйцо и если вдруг яйценоскость падает то необходимо предпринять все возможные меры чтобы ее восстановить на яйценоскость также влияет и возраст птиц и снижается яйценоскость когда курица достигает определенного возраста в зависимости от разных факторов среднем этот возраст составляет два года условия содержания также влияет на яйценоскость питание кур время года линька и так далее чтобы контролировать яйценоскость нужно внимательно и регулярно осматривать поголовье это позволяет вовремя заметить если ваша птичка заболела если у нее появились первые признаки болезни или снизился аппетит и вот реагировать необходимо соответствующим образом для увеличения яйценоскости конечно же нужно усовершенствовать курятник следить за порядком за чистотой за сухостью там необходимо обеспечить выгул в обязательном порядке независимо лето это или зима и отрегулировать питание кормление напрямую влияет на яйценоскость когда куры начинают нестись хуже надо улучшить качество кормов важно уделять внимание не только объемы еды но и состав а также регулярности и равномерности получения пищи куры несушки должны получать питание четко по расписанию они со временем привыкают и уже ждут своего хозяина толпясь где-то в уголке в курятнике ну ждут когда им дадут пищу так вот желательно не нарушать распорядок дня куры должны получать тогда когда они привыкли это делать утром после того как слегка начинает расцветать или уже расцвело и обязательно это должна быть либо влажная мешанка либо просто мешанка и зимой второе кормление должно быть еще во время светового дня даже если это три или четыре часа во время светового дня когда темно кур второй раз зимой не кормят второй прием пищи или как мы еще его называем вечерний должен состоять из зерна причем такого зерна не одного и того же вида а там овес пшеница ячмей время последнего кормления нужно рассчитывать таким образом чтобы куры еще посветло успели склевать порцию перед тем как отправиться на насест то есть примерно за час до сна а в зимнее время мы знаем что у нас темнеет достаточно рано рацион кур должен состоять из разной пищи комбинированной пищи это должна быть и мешанка и дробленка и цель на зерно содержать чистую воду в достаточном количестве надо следить за поилками и пополнять их в обязательном порядке по мере загрязнения или опустошения для улучшения пищеварения куром необходимо давать мелкие камушки гравий и песок об этом мы с вами уже говорили очень-очень много раз и не хотелось бы повторяться и выгул для кур должен быть в обязательном порядке и лучше если он будет огорожен ну какой-нибудь сеткой на рабица либо другой какой-нибудь сеткой и обязательно должен быть навес от осадков от сильной жары а внутри выгула можно устанавливать и поилки и кормушки и емкости с ракушкой и ставить зоники вот недостаток того или иного сильно влияет на здоровье кур и на качество яиц чтобы избежать любые проблемы в первую очередь нужно обеспечить не сушкам витамины и в основу входят пшеница ячмень кстати ячмень зимой лучше давать пророщенным овес факт все все знают и клетчатка и жир можно овес давать пропаренным пророщенным рожь очень богата белками и и дают понемногу кукуруза кукурузу и конечно желательно измельчать предварительно и вскармливать небольшом количестве а теперь можно поговорить по поводу того чем пропаивать наших кур не применяя химических препаратов чтобы яйценоскость была стабильная чтобы она не падала и чтобы здоровье у кур было крепкое всем известно о том что я пропагандирую натуральный подход к домашнему хозяйству и призываю своих зрителей подписчиков пропаивать кур натуральными средствами даже если вы их приобретете в аптеке и пожалуй начнем с яблочного уксуса который я делаю в домашних условиях снимала неоднократно видео на тему яблочного уксуса и многие подписчики уже делают его сам так вот яблочный уксус он позволяет улучшить производительность он позволяет улучшить состояние здоровья кур он укрепляет иммунную систему выводит паразитов из организма действует успокаивающее яблочный уксус очищает дыхательную систему снимает воспаление в общем короче яблочный уксус действует как слабый антибиотик природный антибиотик и вот я принесла свой яблочный уксус главное условие применение яблочного уксуса для кур не суши собственно говоря и для кроликов или для других домашних птиц продукт должен быть натуральный делать ему нужно и зимой и летом о том как делать я рассказывала быстро четко получается вот такой вот натуральный продукт и вот самое главное знать правильное применение главное правильно развести кислую водичку чтобы не навредить и обратите внимание процентное соотношение для взрослой птицы отличается от процентного соотношения питья для цыплят для взрослых птиц столовая ложка не на литр воды цыплят до 14 дней можно с первых дней пропаивать это на литр воды 5 миллилитров 5 кубиков и вот от одного месяца до двух месяцев можно две чайные ложки на литр воды для профилактической цели рекомендуется через день давать подкисленную водичку у цыплят первые две недели при смене рациона питания подкисленная вода создает барьер для инфекции и быстрее растет перо у малышей а вообще зимой я даю раз в неделю а в летнее время в осеннее время весеннее я даю два раза в неделю но яблочного уксуса у меня всегда много поскольку делается очень легко и вообще он дает много положительных факторов кстати недавно прочитала и яблочный уксус и лимонная кислота то есть подкисленная водичка устраняют расклев яиц тоже очень интересная вещь теперь еще одно средство которым я рассказывала и который может заменить массу антибиотиков и других средств это прополисная настойка вы спиртовая или водная не важно продается в аптеке так вот это уникальное средство также влияет и на иммунную систему и на здоровье не сушит и на хорошую яйценоскость но вот видите яиц очень много сейчас буду прозванивать своих знакомых чтобы разобрали потому что девать некуда несмотря на то что и была и морозная погода сырость в общем я придерживаюсь вот такого конвейера чередую разные средства и магни магазинные средства не из вет аптеки а вот такие натуральные и яйценоскость у меня стабильность что у перепелок что у кур знаете что я вам хочу сказать при лечении прополисом ценно то что выздоровление наступает раньше чем вы будете использовать какие-либо антибиотики общепринятые средства и это отмечаю не только я это отмечают многие фермеры некрупные там и вет врачи которые применяли при поп прополис с лечебной целью вот прополиса терапия она не токсична и не имеет побочных явлений вот такие чудодейственные препараты в моей аптечке есть всегда теперь чеснок и лук не забывайте чеснок и лук можно давать и зимой и летом весной осень в общем когда у вас растет он есть в заготовленном большом виде кстати летом они прекрасно едят перья чеснока порубите добавьте в мешанку уходит на ура ведь чеснок и лук это природный антибиотик и если ваша птица привыкнет к этим двум продуктам вы не будете знать горе взрослым курам рекомендуется примерно три раза в месяц подмешивать в корм сухой порошок для профилактики глистов и прочих паразитов вы можете этот сухой порошок купить в любом магазине либо можете просто измельчить несколько головок чеснока вода с добавлением нескольких капель чесночного сока помогает бороться с разными заболеваниями и также повышает иммунитет не сушкам полезно смешивать чесночный порошок зерном такие подкормки рекомендуется проводить два три раза в месяц этого достаточно особенно полезно делать это в холодное время в сырое время когда куры хуже несутся или вообще перестают нестись когда куры подвергаются всевозможным заболеваниям если вы не хотите заморачиваться делать чесночный порошок не хотите там рубить и так далее делайте водную настойку эту настойку можно давать и курам и бролеров причем вы знаете у бролеров если вы будете регулярно давать чесночную настойку на воде даже на воде я имею ввиду то они не будут падать на ноги а у мисушек крепнет здоровье улучшается иммунная система и будут исключены всевозможные инфекционные заболевания а вот цыплятам нужно давать только тем которым уже исполнился месяц где-то 1 2 грамма чесночной зелени в день либо можете давать чайную ложку чесночного настоя на пол литра воды вот и все вот все то чем можем сегодняшний день пропаивать вашу птицу не прибегая каким-либо век препаратом я не думаю что я сейчас что-то новое открыла для вас потому что об этой информации я рассказывал уже очень много раз но я знаю что каждый раз подписываться ко мне все новые новые подписчики а сейчас я буду снимать меньше видео про кур поскольку сейчас наступает скоро дачный сезон и меня ждут мои подписчики дачники и огородники кстати если в прошлом году летом я мало снимала про кур про кур роликов про уток в этом году я буду снимать все в полном объеме и про индюков и про кур в общем все буду снимать будем менять ландшафт у себя во дворе займемся строительством бани поэтому я думаю что зрители моего канала будет много достаточной информации полезной интересной и просто вы будете рядом со мной вот и все друзья я рассказала вам немножечко продублировала всю ту информацию которую ранее было по отдельным видео сегодня в одном видео чем пропаивать кур чтобы яйценоскость у вас было стабильным имейте своем хозяйстве яблочный уксус яблочный уксус магазинам уксусом заменять нельзя имейте в своем хозяйстве прополюс выпускаете свою птицу гулять следите за ее здоровье и еще сразу скажу одна подписчица постоянно бьет тревогу у ее кур воспалились глаза и вот она пытается лечить ничего не получается чтобы это могло быть вот знаете что невозможно вот так вот услышать комментарии и понять что с вашей курицы поскольку на сегодняшний день существует огромное количество заболеваний у птиц домашних симптомом который является вот именно воспаление глаз конъюнктивит это и со мной лез и в общем и в общем другие какие-то заболевания с разными сложными и простыми названиями если вашим курятники есть запах аммиака и сыра глаза будут слизиться и болеть и воспаляться даже у здоровой птицы поэтому старайтесь давать хотя бы уголь зимнее время побольше угля плевать куром чтобы вот он нейтрализует этот аммиак и еще со мной связалась одна организация вы знаете я для кур никогда ничего не рекламировала но вот связала со мной одна организация хочет предоставить мне биоматериал при помощи которого я должна показать как можно и избавиться от клеща куриного от пуха пероеда как создать хорошие комфортные условия в курятнике посылку еще пока не получила но как только я получу я постараюсь провести эксперимент на ваших глазах не буду ничего утаивать и если какие-то будут положительные или отрицательные результаты я все буду вам рассказывать и показывать но на этом я хочу с вами попрощаться всего доброго до свидания